Ты живой, дышь, ебаный. Дышь, дышь. Нападавшие испугались, что убили мужчину. По словам очевидцев, от многочисленных ударов он потерял сознание и упал в клумбу. Спустя время пострадавший пришел в себя. Ему стали угрожать снова. Лучше иди. Я тебе отвечаю, я с яйки. В полицию обратилась мать потерпевшего. Как выяснилось, конфликт начался в питейном заведении. После словесной перепалки Курянин вышел на улицу и направился в сторону дома. Буквально через несколько минут мужчина услышал приближающиеся шаги, за которыми последовали несколько ударов по телу. Потерпевшему удалось отбиться и убежать, но вскоре уже возле дома по улице Максима Горького его снова догнали неизвестные. И после нескольких ударов вырвали барсетку с имуществом и документами. Одного из участников ночного побоища оперативники задержали по горячим следам. Я не бил никогда людей. Я футболом всю жизнь занимался. Я даже не умею драться, по сути. Однако на правом кулаке пацифиста и любителя футбола видны ссадины. В ограблении потерпевшего он винит другого молодого человека. Этот парень что-то с него сорвал и ушел в неизвестное направление. Ну, туда, в сторону пивнухи. Но когда мы вернулись, пивнухи его не было. Полиция ведет проверку. Устанавливаются другие участники конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следует отметить, что момент преступления попал в объектив камеры мобильного телефона одного из жителей многоэтажного дома по улице Максима Горького. Очевидец происходящего предпочел предать огласке противоправные действия, выложив видеозапись в социальные сети, вместо того, чтобы своевременно сообщить о случившемся в полицию и добиться тем самым законного наказания для виновников. Полиция напоминает, публикация различных правонарушений и преступлений в социальных сетях – это не самый эффективный способ добиться справедливости. Станислав Костиков. Присодействие пресс-службы ОМВД России по Курской области. События дня. Продолжение следует...